На месте, на месте. Подтягиваем. Затягиваем. Всё. Всё затянул. Убираем инструмент. Убираем свет. Всё. Смотрим, здесь развал. Вот видите, нолик. Ну, чуть-чуть. Прямо минус. Ничего страшного. Всё. Убираем зеркало. Но нам больше не понадобится. Теперь убираем инструмент. Входим в салон. Ставим. Ставим ровно. Всё. Ровно. Всё. Так как мы в машину присаживались, продаем на ту сторону ещё разочек. Теперь устанавливаем здесь уровень. Устанавливаем уровень. Развал в норме. Схождение. Вижу, что не в норме. Устанавливаем здесь тоже уровень. Так. Так. Есть теперь. Вот этим рычажком. А вот там стоит уже плюс два. Вот видите, шкала. Вот на эту шкалу с той стороны наводим. Он даже её не ловит. То есть до неё ещё далеко колесо сильно завалено. Его надо будет сейчас раскручивать. Так. Значит нам надо с этой стороны. Чтобы нам подобраться с этой стороны нам надо снять вот этот пластик. Убираем его. Ещё понадобится свет. Всё. Вот оно. регулировочная тяга. Теперь нам нужны спецключи. У меня для девятки вот такие ключи. Это на 24-27. Ещё нам понадобится щётка и жидкий ключ. Я уже замачивал там. Сейчас ещё почистим. не знаю, как будет крутиться. Может не крутиться. Как обычно бывает. Может и крутиться. Будем надеяться, что она будет крутиться. ключом на 24-24 придерживаем. Кстати, с этой стороны проще. с той стороны намного сложнее. С той стороны стоит адсорбер. Нужно будет снимать адсорбер. Нужно будет снимать этот колокол от сигнализации. Есть место там более стеснённое. Смотрите, вот эта гайка правая крутится. Здесь нормальная резьба. То есть, она откручивается на меня. Здесь резьба ненормальная. Левая резьба как называется. Левая резьба. Она открутится тоже в эту же сторону. И так же закручивается в одну сторону. Всё. Придерживаем. Срываем гайку. И срываем вторую гайку. Всё. Срывается у нас. Отлично. Далее. нам надо раскручивать. Нам, чтобы сдвинуть колесо сюда. То есть, у нас даже там ещё значок не появился. Значит, нам надо раскручивать. И раскручиваем. Вот так ключом. Раскручиваем. Может даже рукой. А вот рукой можно. Она вот рукой пошла. Всё. И ловим. Ну, примерно так по опыту это где-то 12. 12. Пока 12 сейчас поставим. Всё. Вот. Также контролируем здесь, потому что когда будете смещать и уровень будет уходить. Всё. 12. Здесь уже начал с той стороны. Видите? он уже появился. Но ещё не в пределах нормы. Далее нам понадобится крестовая отвертка. Потом вот такая вот отверточка. Головочка на 10 нам нужна. всё. Всё. Откручиваем. Откручиваем. Сначала мы откручиваем адсорбер. Вот так вот. Таким образом откручиваем. Тут на двух гайках он. так, раз, откручиваем. Два, откручиваем. Так, упала, но мы найдём её в яме потом. Так, открутили. Теперь мы берём... Теперь мы берём... Вообще желательно, конечно, аккумулятор снять либо массу, либо плюс. Я что-то косячу в последнее время. Забываю о правилах техники безопасности. Они в нашей работе очень важны. Лучше не забывать. Так, всё. Откручиваем колокол сейчас. Он будет мешаться нам. Всё. Колокол открутили. Ту же сторону его убираем. Так, и ещё я тоже вам советую. Инструмент не ложите куда-то. А то потом у него есть такое свойство уезжать с автомобилем. Вот почему я говорю, что неудобно. Видите, здесь всяких проводов, всяких дребедений полно. То есть здесь очень неудобно крутить. Ну, я уже как бы приловчился здесь. Работаю давно. Опа! Всё. Срываем. Одну сорвали. Сейчас вторую срываем. Опа! Вторую тоже сорвали. Ещё смотрите. Часто, чтобы резьбы были, могут быть недобросовестные. Писаря закручивают нерон. То есть резьбы должны быть одинаковые с обоих сторон. Иначе может просто упереться и всё, его отрегулировать. Не сможете. Вам придётся тягу снимать, там перекручивать всё. Так, ну здесь надо немножко убрать. Сейчас всё крутим. Двигаем. Сейчас рукой попробую. Также до 12 двигаем. Немножко приходится расслаблять здесь. Подкручивать. Очень неудобное место. Здесь ещё это мешает. Вакуумный усилитель. Очень неудобно. Ну, приловчиться можно. Просто сделайте себе вот такие ключи. На 27, на 24. Сейчас я даже размер скажу, сколько он у меня. Ну, от края 42. Ну, от 40 сантиметров, 43. Можно. Просто ключи обычные, советские. Отпилил трубку раз. И смотрите, на 24 два ключа я сварил, чтобы он пошире был. Удобнее был. А этот должен быть тоненький. Потому что им тоже подлезать. Чтобы удобно было. Вот. Всё. Сейчас ещё. Ещё немножко. Ещё немножко. Всё. Вот 12 я поставил. Смотрите. 12 с этой стороны. Всё. Уровень. 12 с той стороны. Видите? 10-12. Всё ровно. Уровень. Здесь уровень. Так. Там получается минус 5. Тут плюс 1. Значит, нам надо больше. Значит, нам надо больше. Значит, нам надо давайте 13 с половиной поставим. 13 с половиной. Сколько здесь получается? Вот. Уже подходит. Ближе к нулю. Значит, и здесь надо 13 с половиной поставить. 13 с половиной. Вот мы поставили. Всё. Здесь минус 2. Там плюс 3. В сумме получается. То есть... Как вам объяснить? Минус 2. Плюс 3. Это получается плюс 1. Кто математику учил, тот помнит. Плюс 1. Это норма. Плюс 1. То есть колёса у нас стоят немножко получается вот так. В плюс. Да? Да. Чуть-чуть в плюс стоят. То есть передний привод надо ставить чуть-чуть в плюс. Потому что когда он стартует, колёса немножко сходятся. Вперёд. То есть... А то, что плюс 3, минус 2, это просто колёса стоят немножко вот так друг от друга неровно. То есть если бы они стояли ровно, но это кастером надо править. Я этого не делаю. И никто этого не делает. На девятках это очень сложно выровнять. Вот. Если бы они стояли сейчас ровно, то показывало бы просто плюс 0,5 и плюс 0,5 с этой стороны. То есть в сумме был бы плюс 1 единица. Так как и положено. Можно, конечно, поставить 0. Но я ставлю вот так. Вот. Всё. 13,5 13,5 у нас получается. Главное, смотрите, чтобы ещё были уровни. Здесь уровень. Здесь уровень. Развал 0. Развал 0. Всё. Теперь просто я затягиваю сейчас всё. Собираю и машину вперёд. Так вот делается сход-развал. То есть я уже не буду вам показывать, как я там затягиваю. Уже смысла нет. Просто затягивайте так, чтобы все показатели были так, как они сейчас, как вы настроили изначально. и в конце, после затяжки они должны остаться такими же. Всё. Руль у нас ровно стоит. То есть руль у нас будет, когда будешь ехать, будет ровно. Вот такие дела. Всё. Спасибо всем за внимание. Я дальше закручиваю и работаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.